Друзья, всем привет! Вы на канале Охота Больше Чем Хобби. Иш-17 это один из самых известных образцов гладкоствольного охотничьего ружья, который продолжает пользоваться популярностью, несмотря на то, что с момента выпуска прошло более полувека. Эта однозарядная гладкоствольная модель предназначена не только для охотничьего промысла, но также для тренировочной стрельбы. А пока поставь лайк и подпишись на наш канал. Поддержи канал про охоту и для охотников. Это ружье отличается простотой и надежностью. При этом его технических характеристик более чем достаточно, чтобы охотиться на крупную пернатую дичь или пушного зверя средних размеров. Механизм запирания ствола представленный в виде откидного крючка и шарнира. Система сделана таким образом, чтобы охотник не смог совершить случайный выстрел при незакрытом оружии. Отбойник просто не ударит по патрону. Но что делать, если из патронника придется извлечь целую гильзу? Для этого предусмотрен специальный рычаг, который отключает систему безопасности. Иш-17 стала первым российским оружием, которое использовало систему хромирования патронника и ствольного канала. Подобное покрытие позволяет значительно повысить срок эксплуатации ружья, а также уменьшить силу трения. Также благодаря именно этой технологии оружие перестало нуждаться в частом обслуживании, в том числе и чистке. Хотя нельзя не отметить, что хромированное покрытие несколько увеличило вес ствола. Бывает на охоте случаи, когда необходимо отсоединить деревянную часть, чтобы устранить какой-то дефект в патроннике. Большинство оружий, выпущенных до 1943 года, имели с этим проблему. Приходилось проводить полную разборку. У Иш-17 таких заминок не было. Достаточно было просто открутить винт с помощью универсального ключа, и приклад быстро снимался. Также нельзя не отметить, что для производства металлических деталей использовалась сталь 50А. Этот сплав металлов не только отличается повышенным содержанием углерода, но также проходит процедуру холодной закалки. Благодаря этому ружье способно выдержать огромные нагрузки, а также отличается длительным сроком эксплуатации. Несмотря на то, что оружие продолжает пользоваться популярностью среди любителей охотничьего промысла, даже новичок вряд ли позволит себе сказать, что ружье является идеальным и не имеет недостатков. Причина такой популярности кроется в том, что люди хотят обладать классикой, которая продается по доступной цене. Однако список недоработок у Иш-17 все-таки довольно обширный. Для многих охотников минусом считается наличие всего одного ствола. Для охоты на шустрого зверя или птиц один патрон может быть и достаточно. В любом случае шанса на повторный выстрел не будет. Однако, чтобы добить взрослого вепря или волка, иногда требуется произвести 2, а то и 3 выстрела. Так что одностволка является не лучшим решением при охоте на хищников. С момента выхода Иш-17 прошло более 50 лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в современных оружейных магазинах очень редко появляется это легендарное оружие. Как правило, покупается одностволка с рук, а это значит, что качество оружия не всегда соответствует ожиданиям. У Иш-17 очень велика вероятность осечки. Особенно это касается изношенных моделей, которые в свое время не получали должного ухода. Конечно же, исправить проблему можно заменой отбойника. Но кто захочет покупать ружье и вносить в него какие-то изменения? Поэтому приходится мириться с тем, что время от времени патроны дают осечку. Тем не менее, у моделей Иш-17 куда больше положительных сторон, нежели отрицательных. Благодаря им это ружье уважаемо и любимо не только профессиональными охотниками прошлого поколения, но и многими новичками. К его преимуществам относится, к примеру, простая конструкция. Трубка, отбойник, УСМ, приклад. Что еще нужно для гладкоствольного ружья? Именно благодаря тому, что конструкция модели не представляет собой ничего сложного, начинающие охотники не боятся покупать эту легендарную модель. Ведь в случае чего провести ее ремонт и обслуживание не составит проблем. Даже если охотник приобретет модель 12-го калибра, он сможет привыкнуть к отдаче уже через пару десятков выстрелов. Секрет заключается в отличной эргономике оружия. А также в удачном балансе. Кроме того, вес модели составляет около 2-х килограмм 300 грамм. Что очень мало для гладкоствольного ружья. То, что ружье продолжает служить верой и правдой, несмотря на более чем 50-летний возраст, заслуживает как минимум уважения. Однако ружье отличается не только долговечностью, но и надежностью. При желании его можно использовать практически в любых погодных условиях, в том числе и в сильный мороз. Еще одним преимуществом ИШ-17 являются его боевые характеристики. Данная модель у нас 16-го калибра. Длина ствола составляет 720 мм. Вес оружия 2,6 кг. Возможно, именно благодаря таким сбалансированным характеристикам, ИШ-17 до сих пор остается желанным приобретением для многих охотников. Ружье ИШ-17 хорошо подходит любителям неустаревающей классики. Благодаря широкому выбору калибров, охотник может подобрать модель под определенную дичь. Однако не стоит использовать одноствольное ружье для охоты на хищника. Шанса на перезарядку может и не быть. Хотя я лично знаю владельцев одностволок, которые держа один патрон в зубах, второй в руках, превращают одностволку в трехстволку и делают перезарядку после выстрела в считанные секунды. Друзья, если вам понравилась наша работа, вы можете поддержать наш канал лайком, репостом, а также монетой. Ссылка на патреон находится в описании к видео. И не забывайте, что главное при обращении с оружием – это безопасность.